здравствуйте уважаемые друзья начнем обзор одного из новых трансиверов icom 9100 предлагаем вашему вниманию обзорчик небольшой поступило такое радио к нам вот так сказать заказчик приобрел радио и нам нужно будет еще сюда установить пару фильтров но сейчас краткий обзор пока мисс по радио что касается этому радио вот то есть полноволновая к в у к в св ч все диапазоны есть в этом радио вот и довольно таки довольно таки неплохие неплохие показатели для для такого радио вот ну как обычно стандартное включение у всех icom с левой стороны кнопка power вот ее можно будет рассмотреть вот она здесь присутствует вот ниже идет у нас transmit принудительное включение на передачу следующая кнопка тюнер запускает и настраивает тюнер ниже идет у нас антенна и переключение антенн и также меняется метры но тут несколько несколько метров на дисплее вот можно изменять power метр свр метр и компрессор уровень микрофона по моему еще меряется вот ну данном ситуации у нас сейчас восьмидесятка включена работает 880 точнее даже 80 наверно до 8 80 к работаю сейчас вот но кто-то местная работает но далеко не слышно вот значит независимые приемники два независимых приемника вот они точнее даже три независимых хотя не два вот все таки это не про два независимых приемника здесь сразу есть и две независимые сразу ручки но это сделано для удобства для работы для через спутники ну вот удобство работы через спутники очень удобно вот эти две сразу две ручки аэф и рф сиквел очень удобно особенно для работы через спутники это для у кого диапазонов но обычно это выглядит приблизительно вот так ставится за основу и дополнительно можно будет включить вот так вот то есть два метра слушаем 440 там 430 передаем либо до ворот вот так вот вот то есть два независимых приемника вот они 12 вот так что выглядит это приблизительно вот так вот то есть два независимых полноценных приемника причем в один и тот же момент можно и передавать на другом диапазоне принимать вот двойка и 430 это два разнесенных независимых тракта как в принципе и кого тракт вот то же самое здесь я потом сзади покажу еще значит здесь дальше пойдем ну стандартно телефонный ключ вот гнездо для хм-36 гарнитурки стандартная комовской вот кстати вот вот так вот она выглядит может быть кто не знает вот такой вот варианте хм-36 идет в комплекте комплектуется всеми аппаратами и ком вот значит дальше здесь у нас идет все кнопочки начиная вот значит ну можно разобраться с первых движками микрофонное усиление 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 по но power power усиление то бишь мощность регулировка от 0 до 100 ватт до или там нет по 2 ватт до 100 ватт в режиме ssb и rtty и чем вот cw здесь скорость телеграфирования и так далее то есть это для две ручки для телеграфистов ну вот при при амплифайр есть а также тениатор кнопка вот это вот работает несколько нажатий там сразу она работает по-разному задержка задержкой там будет при амплифайр краткое удержание а тениатор кстати а тениатор минус 20 децибел работает ночь бланкер удаляет импульсные помехи вот или там свечи вот с автомобилей хорошо удаляет все вот эти помехи это все вокс и меню по воксу здесь кнопка кнопка монитора слушать сразу себя на динамике либо в телефонах это кнопка gps но она еще нужно разбираться с ней это дополнительный модуль нужно чтобы работал gps здесь вот кнопка фильтра переключение фильтров стандартных фильтров и руфин фильтров так также но и их тоже нужно еще устанавливать их они еще не установлены кнопка цифровые виды излучения здесь тоже нужна специальная плата вот она не комплектуется в базовой серии ее нужно докуплять если кому-то интересно это а м чем виды излучения cwr тетива и ssb верхняя и нижняя боковая lsb и usb ну и кнопка меню в общем то самая главная кнопка к через который происходит все операции вот эти вот четырех кнопок даже нет 5 получается всех пяти вот этих кнопок которые уже под подписаны здесь вот на самом дисплее вот каждая кнопка она выполняет свою функцию зависимости от того что изображено на дисплее ну безусловно волкодер и здесь у нас идет расстройка плюс-минус вот кнопки которые по расстройке работают и 2 выше у нас идет механические значит здесь у нас идет что у нас идет здесь это у нас идет переключение каналов памяти и дополнительные дополнительный вал кодер для дополнительного приемника получается если я не ошибаюсь вот но это при условии когда включен у нас дополнительный приемник вот то есть изменение вот она здесь есть когда его крутишь он у нас если основной у нас работает на этом диапазоне то сразу же можно регулировать и это диапазон говорится не отрываясь от от коллектива вот далее следующая ручка у нас фильтра вот сдвиг значит фильтров вправо-влево вырезать вот то что нужно нам вырезать здесь все кнопки по бэндам идут от 18 вплоть до большим туда до укв вот но и то же самое здесь кнопка сателайт это через спутники работа на главные дополнительные диапазоны дополнительные сплитованные и приоритетные а и б вот кнопка ну тут и к все это кнопочка которая тоже нужно для этого дела в общем короче тут все по делу вот ну информативный дисплей довольно таки большой тут я уж не помню по моему дюймов 7 если я не ошибаюсь монохромный дисплей вот и такие вот не просто темные а такие даже темно-сиреневые светло-сиреневые такие циферки получается на светлом фоне вот такая подстройка тут все информативно фильтра указывается какой стоит что где как вот и приемные частоты все вот сверху установлен тут динамик вот такого плана ну как стандартного всех айкомах вот можно показать что происходит сбоку ну точнее что сбоку не происходит тут мы понимаем вот здесь у нас идет что снизу интересно посмотреть вот значит здесь такие вот есть ножки которые можно открывать закрывать они регулируются вверх-вниз закрываются открываются вот так вот ну в зависимости от того как вы хотите чтобы он стоял на ножках или просто ровненько вот и вентилятор очень удобное устройство здесь работает на малых оборотах на быстрых оборотах в зависимости от того как как он нагревается вот стужает до тех пор пока миссию не выключается до тех пор пока миссию не остыл не остынет до определенной температуры вот это задняя часть аппарата тоже сделано своей манере подайком вот можем рассмотреть это если интересно конечно вот сейчас мы посмотрим это с этой стороны тут не так хорошо будет видно хотя можем немножечко исправить этот момент немножко свет сюда засветим вот вот значит как это выглядит задней стороны ну стандартно в этой части у нас идет разъем 430 мегерц отдельный диапазон дальше идет у нас двойка посередине 145 мегерц шнур питания подключения выносной тюнер и в нижней части заземления два порта будем так говорить два разъема для кого антенны на кого диапазон сразу две штуки вот но и куча приспособлений которые нужны в общем-то для повседневной работы вот которые в общем-то дублируются и подписаны все на задней панели вот они здесь дата разъемы аэлси сэнд а и сиси ремонт 13 пиновый разъем и сиси вот ну и самое главное здесь и ремонт есть и юсб порт который через который можно делать все абсолютно вплоть до того что работать цифровыми видами излучения вот в этом варианте не установлен диапазон 1200 герц ну в общем то он и не нужен на нем очень редко кто работает в наших так сказать округа здесь вот поэтому будем модернизировать этот аппаратик вот с этой стороны кстати такая ручка она присутствует довольно таки во всех айкумах вот поэтому остается нам только начать заниматься модернизации этого аппарата немножко то что ему не хватало вот то что ему не хватало это руфинг фильтров вот здесь они не установлены в базовом варианте вернее установлен только один по первой пч стоит 15 килогерцовый фильтр руф фильтр вот но благо японцы не спят и сегодня как говорится для нашего заказчика поступила почта из из японии вот пришли фильтр очки так сказать из японии вот токио токио япония вот фильтра пришли у нас 22 штуки сразу вот поэтому 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 не будем как говорится терять времени и начнем модернизировать эту технику дополняя их вот такими вот фильтрами которые пришли к нам совсем недавно называются они fl 430 и fl 431 вот один из них 3 килогерца другой 6 килогерц то есть намного уже чем стоит там вот они технические так называемые фильтра и тут все уже прописано первый фильтр 6 килогерцовый руф фильтр и первый фильтр также 3 килогерца фильтр который можно будет потом выбирать в зависимости от того какой нужен фильтр оба фильтра стараться ставятся сразу хотя можно поставить какой-то только один но мы решили поставить сразу два вот и я думаю это будет интересно посмотреть а что же все-таки внутри в этом аппарате как это все выполнено там поэтому обязательно дождемся и продолжим дальше съемку устанавливая фильтра и посмотрим заодно что внутри аппарата кстати нигде нету никаких серийных так сказать гарантийных ленточек гарантию на этот аппарат мы не брали вот потому что знали что все равно нужно устанавливать фильтра поэтому гарантия по сути не нужно нам вот все равно будем вскрывать этот аппарат и вставлять дополнительное оборудование вот так вот но пока мисс на этом все как говорится подписывайтесь на канал и будем смотреть дальше обзоры кого кого радиолюбительство техники вот почитатели айкомов езу и других аппаратов вот будем продолжать и посмотрим как будет дальше у нас получаться замена а тем кому интересно замена фильтров вот посмотрите может быть сами себе задумаете поменять если конечно имеете такой наличие аппарат вот такая вот информация значит пока миссии еще все это вот таком состоянии и через несколько секунд я вам покажу как это будет выглядеть в разобранном уже виде вот и так раскручиваем как говорится аппаратик здесь для установки фильтров нам будет интересно в основном нижняя часть аппарата потому что с верхней части аппарата там в основном только спикер стоит но верхнюю часть крышки тоже нужно я ее уже снял вот ее тоже нужно снимать желательно вот чтобы не повредить нижнюю часть крышки потому что они все равно соединяются в одном месте и скручены болтиками и так вот эти части болтиков мы скрутили и аккуратненько крышечку изымаем как говорится поднимаем ее вот таким вот образом вот здесь у нас видно да элементы специальные которые теплоотводящие тут нужны для этого дела ну крышечка вроде довольно прилично с этой стороны вот кстати толщина металла ну так вот но скидку не знаю миллиметра наверное миллиметр может быть один один миллиметр где-то миллиметра 0 9 миллиметра где-то так может чуть чуть больше точно не скажу вот и так перед нами открывается сразу вся нижняя часть трансивера в общем-то тут видно все воздуховоды каналы а можно будет более детально сейчас еще посмотреть на это на все вот ну и в общем то технологию сборки японского японской фирмы вот здесь все довольно понятно вот это мой болтики здесь оставил ну и в общем то вот сам стоит кулер главный который все охлаждает здесь вот размеры кулера где-то можно даже посмотреть для этого дела у меня есть даже небольшая линеечка измерить его вот то есть где-то 80 на 80 до получается 80 кулер стоит здесь где-то так 80 кулер здесь стоит вот ну и довольно таки так плоский конечно вот все остальные здесь все коммуникации подключения с вот этой стороны где у нас все это подключается вот к в к в разъемы вот они прямо здесь снаружи стоят стоят к вы разъемы ну и тут сразу пошли уже релюшки все вот которые работают причем релюшки довольно мощные но 12 вольтовые естественно причем я причем вроде бы японские написано япония вот дальше стоят тут уже колечки 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 вот стоят колечки у нас ну и в общем то что нам нужно с этой стороны у нас не занятое место потому что здесь ставится у нас блок у x9100 это для любителей так сказать 23 сантиметров если я не ошибаюсь этот диапазон либо 1200 меня герц или 1 и 2 герца вот здесь вот под него все выведено готовое уже вот пожалуйста кабеля все только бери подключай ну для этого нужно еще специально дополнительно сюда плата которая называется у x9100 причем причем в девятьсот десятых например трансферах айком там вот вот та плата она не совсем подойдет сюда и потому что она совершает совершенно немножечко по-другому выполнена вот ну это я так мое мнение конечно вот технологические так смотрел но мне кажется они разные ну тем более раз их назвали у x9100 и у x9100 вот и так вот тут емкостя стоят кстати вот такого плана стоят емкостя здесь вот разводочка провода уложено все связка все дела все дела связаны тут вот но нам интересно вот эти два разъема которые в общем то и будет ставится наши фильтра вот можем даже вскрыть значит да еще что интересно что айком сделал так что фильтра в общем то не перепутаешь то есть на место будем так говорить 3 килогерцового 6 килогерцовый не поставишь и наоборот тоже вот объясню почему потому что могу даже показать видите абсолютно разные у них сакеты но как бы разные подключения вот если это у нас с одной стороны идет мама вот то с другой стороны здесь уже у нас идет папа вот его видно сразу поэтому совершенно ну никак ты не подключишь по другому вот соответственно и на фильтрах то же самое кстати тут еще и плата вам подписано куда куда что вставлять вот fl 430 стоит здесь вот ну и соответственно и фл 431 это вот этот вот здесь он ниже подписан то же самое 431 вот поэтому будем что делать приходится вставлять делать больше нечего значит будем вставлять наши фильтра благо что японцы так сказать постарались ребята еще раз благодарен специально для нас подогнали по довольно таки хорошей сцене два фильтра обошлись нам всего-навсего вот цена вопроса вот цена вопроса два фильтра вот цена вопроса на 900 на 9100 и 7410 это два аппарата которые поддерживаются roofing фильтрами вот этими только для них делается вот ну и цена вопроса ну поскольку мы брали непосредственно у так сказать напрямую с токио так сказать японского с японского так сказать портала да вот поэтому 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 вот поэтому нам так все и обошлось причем доставка осуществилась довольно быстро вот я смотрю ноябрь ноябрь 28-го были отосланы 17-го года и сегодня у нас декабрь сегодня у нас декабрь 4 декабря вот чтобы как говорится не быть голословным можно даже посмотреть вот он вот 4 декабря сегодня 2017 года поэтому кстати пришли они вот таком конвертики точнее вот так вот вот таком конвертики ну и они были соответственно упакованы как как сказать в пупырчатый специальный целлофан который защищает с воздушными мячиками который защищает наши фильтра от ударов так вот так вот сейчас мы произведем установочку этих фильтров аккуратненько отодвинем провод который у нас тут идет по пуче вот и при произведем установочку ну я думаю что наверное можно начать с какого нибудь какого нибудь фильтра какого нибудь фильтра с какого нибудь начнем с какого нибудь надо начать ну наверное начнем вот вот этих фильтров так плюс на самих фильтрах тоже соответственно есть все это дело вот итак 430 скрываем вот так вот он выглядит в упаковочке стандартной японской вот и потихонечку его извлекаем стараясь его не ударить и аккуратненько подключить вот значит еще раз объясню здесь тоже не перепутаете у нее есть специальный ключик вот по которому по другому просто невозможно поставить поэтому просто он как за включается подключение вот таким вот вот мы его сюда аккуратненько сейчас вставим на место четыреста тридцатого фильтра вот так вот вот так вот он у нас и вставился вот это у нас четыреста тридцатый ты разошел и вставляем следующий этапом четыреста тридцать первый фильтр мне кажется тут место будет позволять у нас ну а почему нет если компания айком корпорация бы даже сказал айком разработала все это вот таких вот полиэтиленах они идут специальных упаковочках и здесь тоже самое только уже совершенно другой получается у нас совершенно уже другой фильтр это у нас 431 и он уже разворот разве развернут вот в эту сторону вот таким вот образом четыреста тридцать первый вот он 431 вот он ставился 431 и 432 два фильтра которые довольно плотно стоят сейчас вот провода стандартный вот этот который здесь и должен быть мы его также поставим где-то давайте так заведем хотя наверное нет пусть будет он как был все здесь сделано по делу специально чтобы не мешало обдову вентилятора вот так вот оно все это уложено здесь лишнее все изымаем пакетики отсюда вот ну и все вот так вот это все выглядит вот таким вот образом можно просто сейчас показать поближе поближе можно показать как это все установлено вот как это все установлено два фильтра два руфин фильтра которые стоят у нас уже готовые монтированные на плату соответственно один трех килогерцовый и другой у нас шести килогерцовый вот отсюда можно будет хорошо видеть это вот он вариант так сказать первый и второй вариант 6 килогерц 430 вот так вот вот так вот это все выглядит приблизительно в реалии в общем то и все здесь нам ничего больше не надо по сути вот все тут так прекрасно выглядит красиво все таки нужно отметить корпорация айком работает и довольно таки неплохие делает аппараты вот по соотношению и цены и качеству колечко стоит на вентиляторе вот просто вот все пожалуйста тут все здесь сделано ну в принципе нам больше ничего не нужно для любителей у их 9 100 вот место остается радиатор конечно хочу сказать сразу громаднейший здесь это вся площадь трансивера это практически весь радиатор причем корпус сам трансивера выполнен как как сам как радиатор толщина его очень обалденная ну просто шикарная я бы сказал вот поэтому данному аппарату не грозит перегрев и поверьте мне уж со стопроцентной гарантии я работал 100 ваттами через этот аппарат 100 ваттами работал и довольно таки хорошо это все дело получалось вентилятор включался но ненадолгое время вот вот считайте смотрите практически практически пиде получается насколько пол сантиметра это у нас 50 миллиметров ширина самого радиатора вот и вот этой части корпусины ну по крайней мере вот этой части и вся эта часть идет аж вот она она идет очень очень низко прямо до самой верхней крышки вот это все литое выполнено довольно таки неплохо плюс еще ребра охладительные вот эти здесь и сам вентилятор расположен в центре радиатора который в общем то собирает снизу втягивает воздух и подает его по всем каналам радиатора который расположен вот во всей вот этой части вот практически во всей этой части такой радиатор расположен вот ну и соответственно выходит уже горячий воздух там потоки идут и они выходят во первых выходят в крышке в нижней части это особенно видно вот в нижней части эти эти будем так говорить вентиляционной решетки они сразу же бросаются в глаза вот то есть нижней части они выходят вот с двух сторон полностью плюс еще они выходят с задней части получается самого трансивера самого аппарата вот здесь вот поэтому выполнена технология технология выполнена довольно неплохо вот мне понравилась сама технология именно которые подошли они технология самого охлаждения вот это никак не сравнится с айковом 7000 или 7000 ником так называемым в котором можно просто пирожки жарить на нем вот причем не включая его на передачу в режиме приема можно даже разогревать на нем немножко что-то себе покушать вот ну а это все таки совершенно другой аппарат который и близко не стоял с 7000 ником ну в общем то чего мы его сравниваем по ценовой категории это совершенно разные вещи вот так вот вот так вот далее мы будем закрывать этот аппарат и посмотрим что у нас получится из того что у нас здесь было вот так вот таким вот образом да здесь проложены еще хочу обратить внимание специальные прокладки вот такие вот на боковой на боковой части где прилегает крышка проложены специальные специальные такие вот антивибрирующие прокладочки которые более уплотняющие вот это все вот то есть по углам чтобы крышка с фальш панелью она не терлась не не издавала какие-то лишние звуки может быть при громкой при громкой девиации когда вы включаете на всю громкоговоритель там ну спикер или так сказать громкость самого трансивера включаете чтобы не издавались какие-то лишние посторонние ненужные шумы все это дело про прокладывается по углам вот такими вот вот такими вот ну будем так говорить специальными прорезиненными изоляционными устройствами которые в общем то соприкасаются с панелью с фальш панелью и с панелью с панелью нижней и верхней частью ну вот на этом и все как это все работает мы сейчас посмотрим вот вот два руфин фильтра которые уже зашли вайком будем дальше сейчас смотреть как у нас получится закрывать все это дело вот и будем уже подключать и смотреть уже смотреть в работе как он себя будет вести с этими установленными фильтрами вот вот так вот это все осаживается аккуратненько закрывается плотненько все четко красиво вот все отверстия у нас сходятся по другому быть и не может потому что разработчик у нас хороший выполнил этот аппарат все таки не увы 3D доработанный там какой то вот а все таки посерьезней посерьезней аппаратик ну вот так вот сейчас я буду закручивать а далее продолжим несколько позже так еще раз здравствуйте друзья радио аматоры радиолюбители а также и радиогубители вот значит закончили мою модернизацию трансивера ICON 9100 в него были установлены два руфинфильтра вот они остались от них только коробочки вот которые дают нам более узкую полосу пропускания ну соответственно сигнал более более избирательнее более селективнее становится селекция повышается при этом ну и давайте посмотрим как это все в деле работает то есть стоило ли это всего или не стоило аппарат уже собраны подключены можно запускать аппарат запущен мы сейчас не будем работать ну смотреть на рабочей станции мы посмотрим просто на шум эфира вот и вообще что-то дает или не дает вот сам шум вот и сейчас мы можем оценить как бы работу того или иного фильтра вот так вот посмотрим значит для того чтобы выбрать фильтр нужно зайти в раздел фильтра вот фильтр удерживаем кнопочку секунду и мы уже в настройках фильтров здесь можно менять все основной фильтр который используется сейчас то есть его ширину таким вот образом раз и валкодером можно полностью задавить или расширить ну это основной фильтр это нам не интересно а вот теперь roofing фильтр вот здесь вот в правом углу в правом нижнем углу появился так называемый roofing фильтр вот сейчас работает R roofing фильтр 15 кГц стоит фильтр вот и при этом у нас сигнал пляшет в районе 7 баллов вот так сказать белый шум ну не белые а такой вот довольно приличный теперь мы берем ставим зажимаем вот эту клавишу вот тут вот вот эту клавишу и у нас получается уже секунду удержали уже у нас 6 кГц стоит при этом уменьшилось показания на дисплей уже 6 баллов из метра и мы можем поставить следующий фильтр который мы установили это 3 кГц вот теперь работает 3 кГц фильтр то есть практически это не ощущается но на здесь вот на эсметре это ощущается то есть сейчас эсметр стал в районе 5 5 с половиной баллов напомню раньше было 7 сейчас 5 баллов можно еще раз продемонстрировать вот 15 работает работает мы видим 15 кГц работает 6 кГц уже меньше и работает 3 кГц самый узкий фильтр который мы в общем то и вставили таким образом можно понять что руфинг фильтра это вещь нужная особенно в перегруженом диапазоне и в диапазоне где очень много помех ну в данном случае здесь помех немало двадцатка работает но сейчас уже время позднее поэтому двадцатки на двадцатки никого нельзя будет послушать вот ну а вообще в принципе вещь полезная так что руфинг фильтра здесь мы установили мало того здесь меняется еще и шарп или софт это значит это значит более мягкий сигнал когда софт и когда шарп более резкий сигнал более такой острый сигнал но это для кого для любителя по любителю как говорится вот при этом тоже есть метр немножко там изменения присутствует но главное что мы добились что по первой пыте мы заузили сигнал и теперь он идет не семь баллов как при пятнадцатикилогерцовом фильтре а теперь он идет в районе пяти баллов вот и вот он работает пятнадцати вот он работает пятнадцатикилогерцовый фильтр сигнал пляшет практически до семи баллов на пятнадцати килогерцах и на трех килогерцах вот он уже в районе пяти баллов еще раз произведем точность пятнадцать шесть три пятнадцать шесть три килогерца три независимых руфин фильтра сейчас находятся в этом аппарате вот так вот дорогие друзья ну вот ну может может быть 80 выключить хотя здесь мало кто у нас присутствует сейчас на этом диапазоне в районе до конца вот 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 в районе Продолжение следует... 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 Продолжение следует...